Доброе утро! Я Екатерина, эксперт по здоровому питанию. Сегодня обсудим мифы о стереотипно-вредных продуктах и напитках. Зожники-новички часто делят продукты на плохие и хорошие, а сладенькое и кофе – это вообще табу. Но зожники со стажем уверены – польза есть во всем. Или это миф? Давайте разбираться. Миф номер один. Бананы способствуют набору веса. Бананы действительно калорийные. На 100 граммов продукта приходится 90 килокалорий. Но это источник полезных веществ. В бананах содержится цинк, железо, фолиевая кислота, кальций, калий, витамины группы В и клетчатка. Вкусные, спелые плоды дают нам заряд энергии. А в силу наличия в них криптофана, который в нашем организме превращается в так называемый гормон радости – серотонин. Их можно считать настоящими антидепрессантами. Все зависит от интенсивности употребления бананов. Если есть по 2-3 банана в неделю, никакого вреда фигуре не будет. Миф номер два. Кофе вреден для сердца. Здесь все зависит от особенностей организма. Если соблюдать разумную меру, ароматный напиток пойдет вам на пользу. Кофе не увеличивает уровень холестерина в крови и не вызывает нарушения сердечного ритма. Более того, это главный источник антиоксидантов, нарядущаемый фруктами. Черный кофе богат витаминами и микроэлементами – калием, кальцием, железом, магнием, фосфором и натрием. В определенных дозах кофе улучшает реакцию, повышает физическую активность, возбудимость мозга, умственную и физическую работоспособность. Опять же, в оптимальных дозах он снижает усталость и сонливость. Главное – определить ту самую индивидуальную дозу. И можно смело включать кофе в свой рацион. Отказывать себе не нужно. Чашечка кофе или банан точно не нанесут вреда. Ни для фигуры, ни для вашего самочувствия. Такой вот вкусный ЗОЖ.